Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин, и мы с вами на библейском портале экзегет. Мы с вами продолжаем читать книгу «Премудрости Соломона». Сегодня у нас восьмая глава, и мы начинаем читать со второго стиха. Почему? Потому что первый стих, его лучше отнести к седьмой главе. Итак, автор книги говорит о «Премудрости», о том, насколько хорошо быть с ней. Чтобы мы лучше понимали эту главу, мы ее будем читать отрывками, разбирая эти отрывки. Итак, со второго стиха по восьмой. «Я полюбил ее и взыскал от юности моей, и пожелал взять ее в невесты себе, и стал любителем красоты ее. Она возвышает свое благородство тем, что имеет сожитие с Богом, и владыка всех возлюбил ее. Она – тайника ума Божьего, избирательница дел его. Есть богатство, есть вожделенное приобретение в жизни. То что богаче при мудрости, которая все делает? Если же благоразумие делает многое, то какой художник лучше ее? Если кто любит праведность, плоды ее суть добродетели. Она научает в целомудрии же судительности, праведливости и мужеству, полезней которых нет ничего для людей в жизни. Если кто желает большей опытности, мудрость знает давно прошедшее и угадывает будущее, знает тонкости слов и разрешение загадок, предузнает знамение чудеса и последствий лет и времен». Автор говорит о том, что он искал премудрость от самой юности и пожелал ее взять в невесты себе. Что это за образ? То есть он говорит о том, что он хотел жениться на премудрости. Понятно, что премудрость можно понимать как личность, можно понимать как действие божие. Что имеет в виду автор? Он говорит о том, что он хочет соединиться с мудростью таким же образом, как соединяется муж с женой. Вспоминаем вторую главу книги Бытия. «Два стали одной плотью, двое стали одной плотью». Вот здесь то же самое. Дальше продолжается рассказ о премудрости. Она возвышает свое благородство. Почему она благородна? Потому что она с Богом. Вот это и делает ее благородной. Если мудрость понимать просто как такой вот опытность, то автор, конечно, говорит не про вот эту опытность. Он говорит о мудрости Божьей, то есть благочестивой жизни, жизни в соответствии с волей Божьей. Она знает тайны ума Божьего. Вот это таинница ума Божьего. То есть она знает тайны ума Божьего. То есть то, что Бог замыслил. Избирательность дел его. Вот здесь имеется в виду, что через нее, то есть через премудрость, Бог творит какие-то дела. Если рассматривать премудрость Божию как личность, как персонификацию, и понимать так, как понимает Новый Завет слово «премудрость», которое упомянуто как тоже личность в книге притчи, в 8 и в 9 главе книги притчи, которая действительно премудрость – это личность, то Новый Завет понимает эту премудрость как второе лицо Пресвятой Троицы. И никто не знает Отца, говорит Новый Завет, кроме Сына. И дальше Новый Завет говорит о том, что через Сына создано все, все, что существует в этом мире. Поэтому здесь мы можем понять и так. Тайны Бога знает только премудрость, и с помощью нее создаются все дела. Дальше автор делает такое противопоставление. Люди стремятся к богатству, достатку. Это нормально. Вот. То куда важнее приобрести премудрость. Почему? Там та же мысль излагалась еще и в 7 главе, что если человек приобретет премудрость, то он приобретет богатство. Такое земное ветхозаветное понимание Божьего благословения. Но здесь уже такой прорыв на уровень Нового Завета. Богатство – это хорошо. Естественно, богатство, дарованное Богом. Но куда важнее премудрость, а премудрость – это благочестивая жизнь, она куда важнее. Потому что она дает вечную жизнь. Кто любит праведность, то есть благочестивую жизнь, добродетельную жизнь, плоды ее суют добродетели. Человек живет благочестиво, и вот он совершает добрые дела. Она учит человеку жить целомудренно. В данном случае целомудренно – это не про безбрачие или воздержание. Имеется в виду цельность. То есть человек, который приобрел премудрость, он мыслит цельно. То есть в нем нет такого раскола, который бывает у человека. Одна часть его тянет в церковь, другая часть его тянет в кабак, чтобы не было вот этого разрыва. И целомудренный человек, он во всем видит хорошее. Рассудительность – это правильное поведение. То есть вот в этой ситуации как правильно себя повести. она учит также справедливостью, мужеству. И вот эти качества, которые получает человек, это самое важное для жизни. Если человек становится мудрым, то он знает, что было в прошлом, и может угадать, что будет в будущем. То есть вот как наши дела, как наши слова отзовутся в будущем. Дальше говорит о тонкости слов и разрешении загадок. Здесь явная параллель с книгой-притчей, где тоже говорится о том, что если человек изучит эту книгу, то он будет знать мудрость. Тонкость слов – это, во-первых, умение красиво говорить, во-вторых, это понимать намеки. Ну и разрешение загадок – это трудные ситуации, действительно загадки какие-то. Как поступить? Человек, имеющий мудрость, будет уметь решать все эти проблемы. Читаем дальше с 9 по 16 стих. «Посему я рассудил принять ее в сожитие с собою, зная, что она будет не советницей на доброе и утешение в заботах и печалях. Через нее я буду иметь славу в народе и честь пред старейшим, будучи юношей. Окажусь проницательным в суде и в глазах сильно заслужу уважение. Когда я буду молчать, они будут ожидать, и когда начну говорить, будут внимать, и когда продлю беседу, положат руку на уста свои. Через нее я достигну бессмертия и оставлю вечную память в будущем после меня. Я буду управлять народами и племена попоряться мне. Убоятся меня, когда услышат обо мне страшные тираны. В народе явлюсь добрым и на войне мужественным. Войду в дом свой, я успокоюсь ее, ибо в обращении нет суровости. Не всажитесь с ней скорби, на веселье и радость». Здесь автор говорит о том, что он узнал о премудрости и решил жить благочестиво. То есть здесь очень интересный такой образ своего рода мотивации. Если вы читали книгу притчи, то вы знаете, что время от времени автор книги притчи как бы останавливается и говорит «в защите премудрость, ищите ее, приобретайте ее, ибо она дает то-то, то-то и то-то и то-то». Здесь похожим образом автор говорит «я решил приобрести премудрость». Почему? Потому что она даст мне то-то и то-то. Я юноша, но я окажусь настолько мудрым человеком, что меня будут слушать даже старейшины. Меня будут уважать на суде, меня будут уважать сильные. Когда я замолчу, все будут ждать, когда я заговорю. Когда я буду говорить, меня будут все внимательно слушать. И далее вот такой образ руку положат на уста. Почему? Чтобы не сказать чего-нибудь не того, чтобы говорящий прервался. Через нее достигну бессмертия. Скорее всего, автор имеет в виду, конечно, бессмертие в виде памяти. Потому что дальше он упоминает о том, что обо мне останется добрая память, когда я умру. Но мы понимаем, что если человек приобрел премудрость, начал жить благочестиво, то он действительно приобретает истинное бессмертие. Мы знаем, что наши души неуничтожимы. Но для Библии истинное бессмертие это то бессмертие, которое только с Богом. И поэтому никаких бессмертий без Бога невозможно. Дальше автор говорит о том, что кроме вот этого уважения, которое он приобретет через премудрость, он еще и будет управлять всеми народами, племенами, и даже его будут бояться какие-то там тираны. В истории Соломона нет моментов, когда бы Соломон воевал. Поэтому там про мужество здесь это скорее такое пожелание. Очень добрые слова в 16 стихе «Я успокоюсь ею, в ней нет суровости, скорби, но веселье и радость». Здесь можно понять о том, что когда человек будет жить благочестиво, у него будет все хорошо. Он будет испытывать радость от того, что с ним премудрость. Однако можно понять, что вот этот дом – это дом, в который отправляется все люди, то есть это могила. То есть вот человек умрет, умрет, но после смерти он будет успокоен, у него нету, не будет скорбей, потому что премудрость, она добрая, и она даст веселье и радость. Читаем дальше с 17 по 18 стих. «Размышляя о всем сам в себе и обдумывая в сердце своем, ибо в родстве с премудростью бессмертий и в дружести с ней благое наслаждение, и в трудах рук ее богатство нескудевающее, и в собеседе не с ней разум, и в общении слов ее добрая слава. Я ходил и искал, как бы мне взять ее себе». Здесь автор снова возвращается о том, что дает премудрость, бессмертие, наслаждение, разум, добрая слава. И вот, чтобы получить это, автор и говорит потом, «Я решил ее найти». Последние стихи 8 главы, это с 19 по 21. «Я был отроком даровитым, и душу получил добрую, притом, будучи добрым, я вошел и в тело чистое, познав же, что иначе не могу владеть ее, как если дарует Бог, и что уже уже было делом разума, чтобы познать, в чем этот дар, я обратился к Господу и молился Ему, и говорил, от всего сердца моего». Дальше там идет молитва, с которой обращается автор к Богу, но здесь давайте разбираться. И вот здесь, в этих последних словах, есть определенные сложности. Почему? Потому что автор говорит о том, что он получил добрую душу, и он вошел в тело чистое. Если посмотреть на этот текст, то может показаться, это даже будет обосновано, что здесь говорится о предсуществовании души. Здесь нам надо поговорить, что это за учение. В Ветхом Завете практически ничего не говорится, откуда берутся человеческие души. Та история, которая рассказывается о сотворении первого человека, ну, это все-таки уникальная история. То есть, Бог создает человеческое тело, в него вдыхает дыхание жизни, и человек становится живым. Это все-таки уникальная вещь. Вот, а где, откуда появляется человеческая душа, откуда она берется? Ветхий Завет об этом молчит, новый тоже, и поэтому в истории христианства было несколько учений о том, откуда берется человеческая душа. Значит, одно из учений говорит о том, что человеческая душа появляется в результате сотворения, то есть, как только происходит зачатие, Бог творит человеческую душу, эту человеческую душу в момент зачатия посылает в человеческое тело, и вот появляется и душа, и тело. Есть еще одно мнение, которое говорит о том, что в тот момент, когда происходит зачатие тела, происходит зачатие души. То есть, как бы человек, каждый человек, мужчина и женщина вносят в себе вот эти гены души, и соответственно происходит вот происходит вот такое зачатие и тела, и души. Эти два мнения были распространены среди святых отцов, и нельзя сказать, что вот это мнение, только вот это мнение, первое мнение о сотворении души является абсолютно православным, и второе неправославным. И первое, первую точку зрения разделяли святые отцы, и вторую точку зрения разделяли святые отцы. Те, кто придерживался второй точки зрения, они все равно говорили о том, что вот дары, дары, или там таланты все равно дарует человеку Бог. Но была еще одна точка зрения, которая говорила о том, что существовали сначала души, или точнее Бог создал сначала души, а потом эти души постепенно воплощались в человеческие тела, а потом и продолжают воплощаться. Они проходят вот этот путь и потом обратно возвращаются на небеса. Это учение чаще всего связывает с именем Оригена, за что он был осужден. Ну вот почему Ориген пришел к такому мнению, потому что в священном писании нет ясного учения, откуда берется человеческая душа. Вот это он учение взял из платонизма. Но скажем так, если здесь видеть видеть здесь следы платонизма, то все-таки есть большое различие. С точки зрения платонизма воплощении в тело есть наказание. Автор же говорит наоборот, что душа моя была добрая и получила хорошее тело. Наоборот, это своего рода награда. Но можно растолковать этот отрывок не в таком не в платоническом духе, а в том, что автор говорит, у него чистая душа и хорошее тело. Можно понять и так. Но действительно этот отрывок достаточно сложный. Сложный для понимания. И дальше автор говорит о том, что чтобы получить премудрость, нужно обратиться к Богу. Своими силами ею обладать, овладеть невозможно. И автор говорит о своей молитве, но это уже девятая глава, а мы пока прочитали только восьмую. мы с вами были на близком портале экзегет. Меня зовут Дмитрий Герч Тобыкин. Спасибо за внимание. Дмитрий